Это есть очень скучный зацея, сказал Пин на своем ломаном русском, когда они с Савуней отправились по Грибы. Уже давно переехал он к своим новым друзьям, но так и не сумел хорошо овладеть местным языком и часто допускал ошибки. Ты что же, все еще с пустой корзиной? Да уж, не умеешь ты собирать грибы, друг мой. Они ведь живые и просто так не покажутся тебе. Их нужно приманить. Объяснил Савунья, и хвалясь перед иностранным другом своей полной корзинкой, затерялась среди деревьев и кустарников, дабы продолжить поиск грибочков. Эх, приманить, в этом только удача поможет. Да и только. Думал отчаянный Пин, когда ему на пути повстречался Крош с ежиком. Друзья по очереди раскачивались на канате и прыгали на большие расстояния. Им чудом удавалось уцелеть и не пострадать в такой опасной игре. Очередной удар о землю говорил о посадке Кроша, и Савунья скорее поспешила на громкий звук. «Ой, какой ужас! Никто не пострадал! Это же опасно!» – распереживалась пожилая солушка. Но Крош только отмахнулся и сказал «Да ничего, нет здесь ничего страшного. Нам и так всегда везет». С улыбкой проговорил Кролик и приступил раскачиваться на канате. Но Савунья не собиралась оставлять все как было и предприняла все свои попытки норовоучения. Она рассказала друзьям о том, что везение – это не обыкновенная удача, а большая ответственность. И Кролику об этом лучше всех должно быть известно из-за его кроличьей лапки. Это значило, что Крошу, возможно, даже суждено было распоряжаться всей удачей мира. А он то и делал, что соревновался в опасных игрушках и растрачивал свой необыкновенный дар напрасно. «Ха, так я тебе и поверил. Выдумки – это все!» – ответил Крош и махнул своей лапкой. Только в этот момент самая большая ветка дерева, под которой стояли четверо друзей, неожиданно упала вниз с оглушительным грохотом. Не задев ни одного из компаний, она только разбросала все грибы Савунья, которая та успела насобирать свою корзинку. Тогда-то всем стало страшно. Даже Крош принял на веру ранние слова пожилой тетушке, хотя до конца не хотел думать о том, что невезения иногда случаются. И в таком опасном происшествии не было его вины. Пытаясь заверить друзей в своей непричастности, Кролик ощутил себя злодеем, когда ребята попятили страхи перед силой Кроша. «Я опасен, но я никогда и не думал об этом. И почему же это не проявлялось раньше?» – пребывал он в недоумении, ощутив потенциал своей новой силы. «Может, потому что ты теперь о ней знаешь?» – предположил ежик, который уже успел спрятаться за кустами, подальше от своего друга. А у Кроша тем временем началась паника. Его мучило много вопросов одновременно. И никто на них не мог ему дать ответ. На что он может тратить свою силу? Как ее контролировать? В какой из лап была удача, а в какой полное невезение? Но он знал одно. Теперь, когда на него свалилась такая большая ответственность, он должен был много думать. С поднятыми кверху лапками Кролик сел на опушке леса и погрузился в свои мысли. Так шли дни, недели и месяцы. Когда его лапы уже не могли самостоятельно держаться, то ежик, который ни на минуту не оставлял своего таинственного друга, подставил под них палочки, чем очень облегчил мучения Кроша. Во время дождя колючий друг савурдил вокруг кролика шалаш из больших листьев и старых веток, которые защищали его от непогоды. Когда наступила осень, ежик принес своему другу теплый плед и каждый день готовил для него овощной суп на костре. Рассказывая новости, заботливый колючий зверек кормил Кроша свежей едой. Все скучают по тебе и просят поскорее вернуться. Савунья придумала новый рецепт варенья. Хорошо, что тебе не пришлось его есть. По правде говоря, оно оказалось не таким вкусным, как она того хотела. Ну ладно уж, ты думай сколько нужно, а я пойду. До встречи, Крош. И с этими словами ежик каждый день завершал визит к лучшему другу. Зимой большая река, которая разливалась недалеко от лесной опушки, покрылась коркой льда, и ежик спокойно мог по ней добираться к кролику. В один из таких дней, лед под лапами ежика треснул, и колючий зверек пошел под воду. Крош, увидев, как его друг погибает, раздумывая покинул позу, в которой просидел целых шесть месяцев и принялся спасать бедного ежика. На берегу кролик завернул друга в свой плед, развел костер и дал ежику горячий чай. Ты наконец осознал, в какой лапе находится твой дар? Нарожащим от холода голосом поинтересовался ежик. Конечно, да они обе счастливые. Воскликнул Крош. А еще я понял, чтобы лапы приносили удачу, надо ими хоть что-то делать. А если все время сидеть сглажа лапы, удачи не видать. Ну что, ребята, вам нравятся истории? Тогда оставайтесь со мной, и их будет еще больше. Договорились? Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.